А сейчас я вам покажу то, что вы никогда не убедите. Вы будете всегда думать, что вы сделали нормальную гидроизоляцию, но в итоге что происходит за этим пластиковым плинтусом. Смотрите, вот она вся чернота, которая была скрыта от вас, она спряталась вот здесь. Вот тут вот под этим пластиковым плинтусом, который вы думаете, что он у вас обеспечивает стопроцентную гидроизоляцию. А хотя нет, вот видите, вся грязь и чернота собираются именно здесь. Вот он, наш пластиковый, пластиковая шторка, которая якобы защитила стенки. Но в итоге вот эта вот масса, жижа, она собралась вот здесь вот на этом герметике. Вроде так ничего особенного, но в итоге все-таки неприятно, когда вот эта чернота, она есть. Вот она, по краю ванны идет по всей длине. Ну тут, в общем-то, говорить-то больше не о чем. Вот она. Все, что есть, она здесь. Ну вон, вон палма, короче. Вот так вот. А теперь одна из причин, почему вентиляция в квартире работает плохо. Обратите внимание, вот обычная вентиляционная решетка, а с обратной стороны сетка. И она абсолютно забита грязью. Даже на просвет уже практически ничего не видно. Ну и скажите, как в таком случае вентиляционная решетка должна работать? И вентиляция должна функционировать хорошо? Естественно, никак. Вот по этой причине я не ставлю вот такие вот сеточки, для того, чтобы можно было визуально обнаружить то, что вентиляция не работает. Ну а в таком случае, конечно, вы ничего сделать не сможете. Только отодрать решетку, убрать сеточку и заново поставить решетку. Ну зачем это делать два раза, когда можно с первого раза сделать так уже и без сеточки? Вот так вот причина в этом. Хочу показать вам, в какое состояние приходит труба канализационная, если неправильно соблюден уклон, по которому должна стекать вода. Обратите внимание, если трубу разделить на три части, то вот эти вот одна третья часть трубы уже забита. Ну и, соответственно, постепенно, когда вода с грязью течет по этому каналу, частички грязи остаются на этом осадком и вот продолжают забивать трубу. Вследствие потом, тяжелая проходимость воды, засоры, ну и все тому подобные неприятности, которые происходят. Всего лишь из-за того, что неправильно выбран уклон, по которому должна стекать вода. Вот такая вот неприятная ситуация. Ну, кому это знакомо, тот меня поймет. А кто еще с этим не сталкивался, я думаю, для того это будет интересно и в диковинку. Ну, думаю, это будет полезная информация для тех, кого ожидает в будущем ремонт. Так, ну вот еще одна труба, тоже из той же серии. Вот, смотрите, по краям какой-то нарост тут образовался, внизу чернота. Ну, чем дольше, в общем, канализация находится в эксплуатации, тем больше всего интересного образуется на стенках этой канализации. Поэтому периодически, я думаю, стоит делать прочистку канализации. Можно механическим способом, можно использовать специальные жидкие средства, которые способствуют удалению этой грязи с поверхности канализационной трубы. Вот, на этом у меня пока все. Будьте внимательны и не допускайте таких вот отложений на канализационных трубах. Следите, чтобы вас не застал засор врасплох. Вот так вот. У меня все. Всем спасибо. Всем пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»